Теневая зарплата – это не только уклонение от налогов, это и социальная незащищенность самих работников. Сотрудники налоговой службы в очередной раз проверили недобросовестных предпринимателей. Обо всех оттенках серой зарплаты в нашем репортаже. Магазин в самом центре столицы республики. Место популярное. Покупателей даже в разгар рабочего дня много. Как и следовало ожидать, посетителям форуми здесь не очень обрадовались. Администратор исчез как по волшебству. Должен был приезжать другой администратор. Он еще не доедет. Он сейчас подъедет. Он должен подъехать. Сотрудники налоговой службы и наша съемочная группа администратора так и не дождались. Зато успели пообщаться с продавцами-консультантами. А вы, наверное, по трудовой работаете или нет? Без трудового оформления. А зарплату как получается? По договору 8. А отпускные платят? Это по трудовой. По личной тоже нет. Девушки признались, что каждые 3 месяца директор, которого они даже в глаза не видели, заставляет заключать их новый контракт. Когда договор заключается на такие короткие сроки, работодатель с легкостью может уйти от уплаты налогов. Никаких социальных гарантий у работников этого магазина, естественно, тоже нет. А спорта вам не давали? Нет, не давали никакой. То есть вы не знаете, сколько с вашей зарплаты отчисляются налоги? Ну, это мы ничего не знаем. Вы ничего не знаем? Нет. И тоже насчет отчисления страховые износы за вас на вашу будущую пенсию? Ну, естественно, там какие могут быть там взносы. Еще одно нарушение. Мы наличие контрольно-кассовой техники не видим здесь. Посмотрим, с какого времени работает. Будем налогоплательщика приглашать в инспекцию на дачу пояснения. В другом месте проверки замечания появились еще на входе. Как мы видим, даже нет вырезки, ни режима работы, ни официального названия, что это за заведение. Мы не видим. За железной дверью оказалось кафе. Девушки-официантки сразу признались, что работают неофициально, и это их полностью устраивает. Это по вашему согласию? Да, потому что намного меньше денег. Так у нас зарплата маленькая. Например, вообще-то чувак за арт, что никак не прижимешь на такую зарплату. Сотрудники налоговой службы пригласили хозяина этого заведения на комиссию по легализации налоговой базы. Такие проверки проводятся постоянно. Только за полгода их было более 800. По результатам которых 194 работодателя повысили заработную плату, либо заключили трудовые договора со своими работниками. 40 налоговых агентов представили расчеты по форме 6 НДФЛ, тем самым легализовали свою налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. 24 плательщика представили расчеты по страховым взносам.